У меня с самого начала был план, и я его придерживалась. Вот, как бы, вроде хорошая идея, но на самом деле не очень. В общем, была у меня пленка. Отобрала у бровистов, взяла кое-что блестящее и несколько вариантов цветных гелей. Вот такие красивенькие. Один прям лимонный, один мятный, один фиолетовый. Сейчас это все вот покажу. Красота, да и только. В общем, задумала я сделать себе такой немножечко стеклянный морозный ноготочек. Вот, решила показать на нижней формы, да, все по классике. И взяла я, естественно, свой большой палец на испытание, а ему на секундочку уже месяца, ну, полтора или даже чуть больше. В общем, некоторые ногти я переделала уже к этому моменту, а вот этот большой страдальц ему, короче, пока не досталось внимания. И вот звездный момент, когда я приняла решение все-таки снять с него покрытие. Но я понимала, что он уже отслаивается, зацепляется, и как бы, ну, надо с этим что-то делать. В общем, взяла фрезу и стала снимать покрытие. Кстати, здесь работаю прямо через камеру. Ну, то есть не на ноготь смотрю, а вот прямо в экран телефона. Поэтому предупреждаю, движения будут несколько неуклюжие. Но была цель показать там чуть ли не то, чтобы под макро, почти под микроскопом. Но затея, кстати, не очень хорошая, потому что руки слушаются плохо. И, ну, в общем, сами все увидите. Первая проблема была вот где-то здесь. Потому что уже тут стало понятно, что ничего хорошо с моим ногтем не будет. Он, естественно, отслоился. Конечно же, туда попала грязь. В общем, запоминайте, смотрите. И так как я не делаете нечего ходить с покрытием так долго, как это сделала в этот раз я. Ну, прямо вот неприлично долго. У меня, конечно, есть отмазка из серии. У меня было много поездок. И как-то было не до маникюра. Но, в общем, это повторять крайне не советую. Давайте заодно расскажу, чем же так плохие отслойки. Вот здесь очень-очень хорошо видно. Все прям крупненько на максималочках. Что когда у нас случается отслойка, на самом деле гель отрывается от ногтевой пластины. То есть до этого мы ее готовили, чтобы там все держалось. Там есть сцепка. И вот в момент какого-то там удара или механического воздействия он отрывается. И, естественно, за собой отрывает чешуйки ногтевой пластины вот этот самый верхний слой. В общем, здесь уже стало понятно, что спасать, конечно же, нечего. Поэтому рубим, режем безжалостно и не раздумывая. Для этого использую кусачки для вросшего ногтя. Но, честно сказать, я им вообще устраиваю краш-тест в последнее время, что им только не резала. И все с ними в порядке. Мне важно, чтобы носики хорошо после вот таких вот историй работали. Пока все норма, полет в норме, полет нормальный. Вот. Дальше у нас идет подготовка ногтевой пластины. Попилить, к сожалению, через камеру по-настоящему у меня не получилось. Поэтому сейчас вы наблюдаете имитацию. Ну, как некоторые делают в видосиках. Типа так пилочкой помахали и все случилось. Но, знаете, там была стандартная подготовка в стиле «Алена, когда же вы перестанете портить людям ногти?» Ну, на самом деле, я уже сто раз говорила и повторю еще раз. Я ногти не порчу этой пилкой. Я ей слегка касаюсь. Задача поднять чешуйки. Дальше переходим к вкуснятины. Здесь у меня кутикула. Моя очень сильно налипшая. Вот такая вот прилипающая кутикула. И ее я больше всего люблю отодвигать пушем. Конкретно вот эта модель P07. Я постараюсь, насколько это возможно, в описании все оставить. Но еще обращайте внимание на картиночки, которые выезжают. Почему этот пушер? Потому что у него с одной стороны закругленная сторона, которая очень мягкая, аккуратно все поднимает. А с другой стороны вот такая вот лопаточка, что ли, она называется. Ну, в общем, как видите, синус она прочищает хорошо и дает нам прекрасное пространство для работы фрезой. Но важный нюанс. У меня нету подкутикулы. Ну, вот прям вообще нет, не дал бог мне подкутикули. Так бывает, и я точно знаю, что я такая не одна. Если еще есть такие люди, которые сейчас это смотрят, просто дайте знать в комментариях, чтобы мне не было так одиноко. Потому что сейчас такая тенденция, что у всех можно раскрыть карман. Да, карман можно раскрыть у всех, но на самом деле это не нужно, потому что кутикула несет защитную функцию. Если матушкой природы не предусмотрен этот карман, я не советую этим заниматься. Ну, и кроме того, мне просто тупо, элементарно больно. А уж поверьте, карманы раскрывать я умею. Просто я все-таки за клиентский маникюр, за человечный. То есть вот эти вот все макрострадания отставим в сторону. Но сегодня я снимаю именно на супермакро. Как видите, тут на весь экран только одна моя кутикула. В работе фреза у меня с желтым пояском. И сегодня предлагаю прям очень все хорошо рассмотреть. И, честно говоря, в таком увеличении кожа моя выглядит просто, ну, прям вот отвратительно. Поэтому можете не стесняться в выражениях. Да, она прям вот сухая и, ну, не свежа, короче. Знаете, что хочу сказать? Увлажнение – это очень важная вещь. Поэтому, может быть, даже будет обзор на какие-нибудь кремушки. В общем, напишите в комментариях, если кому-то нужен такой обзор. Давайте мы его шлепнем. Кремушки, маслечки, там вот эти все дела. В общем, после проходки фрезой вот такая вот у меня кутикула и теперь срез. Это был самый опасный момент, но я так хотела показать, что вот эта модель кусачек, которую я просто обожаю, прям не побоюсь этих слов, это 1212 она называется, N1212. Она просто кайфовая. То есть это максимально крупный срез, который можно было сделать. Подальше это выглядит вот так. И, как видите, кармана нету у нас, нема. Не пришел к нам карман, не получилось. Дальше фрезу меняем и меняем ее вот на такой бутон. Можно поменять на шарик, но под рукой у меня был бутончик. Шарика под рукой не было у меня простерилизованного, чистого. Поэтому берем вот этот. Здесь скорость супернизкая. Это 4000 оборотов. То есть прям вот мини-мини-мини. Важно, чтобы аппарат был такой, который вам позволяет на такой маленькой скорости работать. И при всем при этом еще не тормозить и не стопориться. Опыт показывает не все такие аппараты. Поэтому проверяйте прямо в магазине. Вот тут не смогла дошлифовать и не стала вымучивать. Себе не могу развернуть правильно пальцы. Ну вот себе, когда делаешь, там вообще все не так получается, как надо. Ну в общем, лишнее срезали, чикнули. И вот такой результат у нас получился. Сейчас уберем все, что не нужно и рассмотрим поближе. Ну в общем-то, когда ноготь более-менее увлажнен, уже не так это все отвратительно выглядит. Но тем не менее, вот они царапинки. И это все сделано специально. Да, где-то я задел фрезой. Даже эти места я вижу. Остался в одном месте островочек материала. Но это ничего страшного. Я начинаю с дегидратором. И кто-то недавно написал мне в комментариях, что вот ему прям нравится этот момент. И вот когда я вот это все делала, я, кстати, думала об этом человеке. Я не помню имя девушки, но если она посмотрит, то знайте. Это я для вас дегидратор и праймер. Она жаловала, что я праймер не на весь ноготь нанесла. Я хочу вам сказать, что очень тяжело на весь ноготь попадать, когда вот так вот под камерой работаешь. Сейчас у кого-то в голове должен был родиться логичный вопрос. Это что за белые пятна такие у меня на ногтях? У меня есть такой прикол. Я знаю, что я не единственный человек с этой проблемой, но есть такой прикол. У меня и на руках, и на ногах на самом деле всегда вот такая вот реакция. То есть ногти сильно пересушиваются и становятся ломкими. И вот так она выглядит. Здесь по уму было сделать IBX, но у меня его не было, поэтому его здесь нет. В общем, дальше у нас нижняя форма. Стандартный шаблон. Шаблон у меня от имень. Он имеет очень хорошее преимущество. Одно, которое мне нравится. Он металлизированный, ну или какой-то фольгированный. Короче, он хорошо держит форму. Но выемка конкретно к моей форме ногтевого ложа не подходит. Поэтому я из остренькой, с помощью ножниц делаю кругленькую. То есть задача, чтобы форма прям подходила ровненько-ровненько в стык. Вот сейчас подходит. Но нам нужно освободить вальки. Здесь я просто пушером нацарапала такие насечки. И дальше с помощью ножниц я эти насечки вырезаю. И у меня получится вот такая вот конструкция. Все, вроде попали. Кажись, припарковались. Да, тут было несколько дублей. Я даже их специально оставила. Потому что именно так я снимаю этот контент. То есть 100-500 раз повторяешь одно и то же движение для того, чтобы отснять то, что хочешь показать. Потому что одно дело, ты вот работаешь, как ты работаешь. Да, тебе все видно, тебе удобно. И совсем другой расклад, когда ты пытаешься еще какую-то информацию донести. В общем, фишка заключается в том, чтобы форма стала прямо по линии свободного края. И обязательно ушла в точки в роста. Дальше мы берем прозрачный гель. У меня здесь прозрачный имень. Беру кисточку и тонким-тонким слоем делаю подложку. Сразу стараюсь подложку сделать такой же формы, как у меня будет сам ноготочек. И классный лайфхак. Используйте маленький фонарик для того, чтобы присушить форму. Я здесь немножечко придерживаю пальцем указательным и третьим. Видите, прижимаю форму, чтобы она точно хорошо стояла. И тогда ваша форма никуда не денется и никуда не слетит. Особенно если работаете на клиентов, вообще лайфхак классный. После просушки форму можно прожать и зажать. То есть до просушки не зажимаем, потому что вовнутрь уйдут вот эти места, где у нас ушки в точках в роста, и у вас там будут такие неприятные зацепляшечки. В общем, наша подложка готова. Подложка нужна в тех случаях, когда мы планируем какой-то дизайн. Если это однотонная, то просто сразу можно все шлепать. Ну ладно, сейчас не об этом. В общем, дальше я использую пинцет. Кстати, тоже такой себе лайфхак, но ресничный пинцет очень хорошо для этих целей подходит. Я его использую для всяких слайдеров, каких-то там дизайнов, туда-сюда, там вот поталь я им беру. И вот иногда что-то вот такое могу отклеить. Потому что он очень остренький и, кстати, он достаточно долговечный. Этот, прости господи, я роняла и такие вещи с ним творила, что не дай бог кому-нибудь вообще все это повторить. В общем, немножечко поддели гель, отковыряли, сняли форму. Вот такая супер тонкая подложка у нас получилась. И она должна быть такая тонкая. Лишнее, то, что провисающие, вот параллели у меня остались, как видите, я просто срезаю ножницами. Но тут надо быть уверенным в своем геле, в плане того, что он твердый, но в тонком слое он должен иметь некую эластичность. Потому что если он хрупкий, как стекло, у вас не получится вот так отрезать. А бонус достаточно приятный. В общем, возвращаемся к нашему плану, которого я планировала придерживаться. В общем, история там, как не надо делать. У меня гели были от опции на обзоре, и я снимала обзор, и вот, короче, так родилось вот это вот длинное видео. Я решила взять три цвета, выбрала вот такие красивые. План был какой? Ну, какой-то вот зимний интересный дизайн. Кстати, да, получилось сердечко. План был какой? Короче, раскладываем гели в каком-то рандомном порядке. Да, в основном я это делаю где-то в серединке, потому что я собиралась использовать пищевую пленку или пленку для бровистов, или там, кто они, лэшмейкеры, короче. У них есть маленькие такие кусочки пленки, и вот именно на нее я, собственно говоря, и позарилась. Мне жутко нравится, что она вот в таком маленьком рулончике. Продается это в магазине для вот как раз-таки бровистов и лэшмейкеров. Но, жирное, большое, красное, огромное но, заключалось в том, что это все-таки не пищевая пленка, а пленка для вот этих вот реснично-бровных процедур. И ее проблема в том, что она плотнее, чем я ожидала. То есть вот пищевая пленочка, самая-самая, которая дешевая, которая самая супер тонкая, вот сюда будет идеально. Как видите, вот эта пленка у меня не укладывается в складки, которые я планировала. Я хотела сделать супер мелкие складки и получить фактуру. Ну вот так получилось вот это. Ну, сами судите, конечно. Так-то прикольно даже вон пузырик. Сейчас перфекционисты вышли с чата, потому что я не знаю, как вы будете вообще с этим жить. Тут пузырь даже не один. Но так как дизайн типа зимний какой-то, вроде бы ничего. В общем, тут было понятно, что план мой не выдержал этих обстоятельств, и что-то будет совсем другое. Я теперь беру прозрачный гель. Цветной, кстати, уже просох. И вот на прозрачный гель я шлепаю поталь. А, и да, снова пинцет. Давайте я на него тоже ссылку здесь куда-нибудь причапурю и картинку поставлю. Вот, короче, пинцетом кладу поталь. Все это просушила. И теперь понимаю, что хочу как-то доработать вот эту историю. Поэтому возвращаемся к цветному гелю. Я взяла вот этот фиолетовый красивый оттенок. Его тоже просушила. Ну, вот какую-то колябушку такую поставила произвольную. И теперь все заполняем снова прозрачным гелем, просто для того, чтобы дополнить недостающую архитектуру. Потому что мы помним, что у нас есть только подложка и вот это вот что-то в серединке. Поэтому заполняем гелем, смотрю сбоку, справа, сверху, снизу, везде смотрю, прожимаю дополнительно. Остальное, честно скажу, сделала за кадром, потому что капец как невозможно было попасть вообще в принципе в кадр кисточкой и так далее. Я и у кутикулы добавила, и по бокам. В общем, просматривается плюс-минус какая-то адекватная архитектура. Сейчас произошла, видите, магия. Это вот мастер переходов в моем лице. Ну нет, на самом деле, знаете, пилить под макрокамерой вообще ноль возможностей, вообще никакой. Поэтому там был опил, опил был стандартный по схеме, и вот сейчас волшебство. Тут, кстати, будет вообще много очень этих кадров с волшебством, потому что я на макролинзе пыталась, без макролинзы пыталась. Я не знаю, какой кадр получился лучше. Вот это сейчас на макролинзе, и я никак не могла попасть и поймать этот фокус. Это тоже на макролинзе я его рассматриваю. Но в принципе мне нравится то, что получилось очень так интересненько по мне вроде бы. Но это не точно. В общем, вы напишите в комментариях, и кто-то сейчас подумает, а нафига так морочится. Вообще, конечно, я с вами не могу не согласиться. У меня вообще такой же был вопрос, зачем мне все это было надо. Ну как бы красиво. Сейчас вот озвучиваю и смотрю на свой ноготь вживую. Ну, все-таки он хорошенький. Хотя, наверное, вот этот скос по свободному краю надо было сделать покруче, поинтенсивнее. Ну, вы, наверное, поняли, да? Еще один дубль, когда я наношу топ. Вообще, обычно у всех блокеров получаются такие красивые кадры, а у меня какой-то он не очень получился. Но, тем не менее, ноготь мне все-таки нравится. И сегодня я занимаюсь тем, что думаю, а может быть сделать таких еще четыре. И у меня как бы будет потенциально новогодний маникюр. Вообще, была еще идея, знаете, снежинок туда долепить. Но оказалось, что у меня нет ни стемпинга, ни наклеек, ничего со снежинками. Пока вот заказала и ждем. Но тут я вспомнила, что у меня есть молды для колечка. Я не знаю, может быть, кто-то уже пробовал такие штуки. Я заказала этот молд вообще уже, по-моему, с полгода назад. И вот оно случилось, оно свершилось. В общем, я туда еле как напихала прозрачного геля, добавила цветных гелюшек. И все это заполировала по талью. Вот такая штука у меня получилась. Ну, первый лайфхак там со скрапером от стемпинга. Ну, вот он так выглядит. Ну, хотя, в принципе, эта штучка достаточно легко снялась. Но, очередное но, хочу сказать, что все-таки гель не блестит так, как мне хотелось бы. То есть тут грани у колечек топом перекрыть не могу, потому что грани пропадут. И вот в итоге получили вот такую штуку. Все же они, эти молды я имею в виду, они предназначены для эпоксидной смолы, я думаю. Она и наливается по-другому, и застывает совсем иначе. У меня местами там на колечке остались пузырики. Но, как идея для фоточки, как идея для какой-то презентации, может быть, клиенту, я думаю, что да, очень симпатично. Ну, или просто можно прикрыть вот эту позорку в зоне кутикулы, который у меня получился. Продолжение следует... Продолжение следует...